Вне пьедестала почета. Итак, Джесс Линдель Виккарби против Ани Феннингер. Третья и вторая на данный момент. 18 соток, точнее, проигрыша Мармотан у Шведки. 4 сотки всего-навсего проигрыш у Феннингер. Ждать, что смилостивится соперница, надеяться на ее ошибки не приходится. Для начала надо выиграть у всех, кто стартовал перед этим. И лидер сезона пока с этим справляется. Проскальзывание неизбежный. Полотно далеко не так хорошо держит, как держало бы, если бы было жестким. Но она принимает это во внимание. Траектория везде все-таки с достаточно хорошим запасом. Пусть и линия не всегда чиста и не совсем четко все вырезано. Половина преимущества ушло. Но, в принципе, и следующий поворот каждый она готовит все-таки своевременно. Здесь тоже не доводит до инфаркта, заходя в эту компрессию. Ну и хорошо обрабатывает неровности. И все-таки она уступает Брэм в 0,08 секунды. И будь, допустим, Феннингер сейчас не первый, а, скажем, третий. Но если между ними будет Брэм, Феннингер уверенно выигрывает, несмотря... Вне зависимости от того, как там в Мормотан сложатся дела. Хорошее прохождение, совершенно без явного брака. И там буквально даже разница в скольжении лыж. На финальном теплом отрезке могла сказаться и разность подготовки скользящей поверхности. Обладательница большого хрустального глобуса Анна Феннингер ныряет в молоко. Ну вот как? Что здесь еще можно сказать, а? Ее главная соперница прошла по абсолютно чистой трассе. В момент ее старта опять нашел кусок тумана. Но она с этим справилась. Она, тем не менее, сориентировалась. И она почти ничего не потеряла. Там одну десятую секунды буквально. И снова, снова затуманивание. Но освеженная разметка трассы все-таки помогает Анне Феннингер. Она идет без заметных, по крайней мере, там, где видно. Без заметных ошибок. Вот здесь. Прошла со сносом. Сорвала канты. На очередном бугре. Ну и дальше подключает свои возможности в скоростных видах. Для того, чтобы раскатиться в нижней части. Плюс еще все-таки... Ну вот они, 25 соток. 25 соток, которые гарантируют ей и в малом зачете тоже. Кубок мира. Ну и посмотрите. Вот. Хоть красные бипы и переходят от одной к другой. Но очень-очень теплый обмен эмоциями. Линнель Викарби остается в сезоне второй. Совершенно сумасшедший финиш, начавшийся еще в Сочи. Приносит Анне Пеннингер еще один кубок мира. И в данном случае без помощи каких-то травм. Каких-то превходящих обстоятельств, которые были связаны со сходом досрочным с кубкового марафона. Мария Риш. Африш. И Мармотан. Мармотан, которая борется за свою первую победу. Пока ситуация не в ее пользу. Вторая попытка гениальная. У Анны Феннингер. Плюс еще, конечно, лыжи ее по мокрому. И по мягкому вывезли внизу хорошо. Там все-таки дело было не только в технике и не только в состоянии контов. Началась вот эта новая эпоха в слалами гиганте Стессы Ворли. Мармотан это достойное продолжение. Но дебют победный маловероятен после этой серии ошибок. Увы, но и призовое место даже не состоялось. Так что не состоялся и личный рекорд, не состоялся и повторение личного рекорда. В этом году Мармотан уже была на пьедестале почета, заняв второе место. Все поздравляют Анну Феннингер с двойным успехом в нынешнем сезоне. Ну а подиум сегодняшний. Брэм и Феннингер. Двойная австрийская победа. Фантастический австрийский сезон и с олимпийской точки зрения, и с точки зрения Кубка мира, который выигран и в мужском, и в женском зачете. И именно Альпийской республикой, для которых горные лыжи – это не просто спорт. Это никакой там не престиж, не способ самоутверждения, ничего. Это просто жизнь, как она есть. А для очень-очень многих главное, что есть жизнь. И когда такое, вы сами понимаете, как оцениваются все успехи. О Швеции такого не скажешь. Пусть, конечно, этот вид крайне популярен. В особенности после известных событий 80-х годов. Стэнмарк есть Стэнмарк. Он, конечно, на все времена. Её год! Как жаль, что сезон кончается, думает она, наверное. И именно такой развязки в Кубке мира мы с вами с нетерпением ждали. Борьба до самого последнего дня. Борьба до самой последней попытки. Вторые попытки дали малые хрустальные глобусы Марселу Хиршеру и Ани Феннингер. И таким образом они стали двукратными победителями в этот последний день. И в большом, и в малом зачете. Но в большом было ясно уже заранее, математически тоже в случае с Феннингер. Но и математический шанс еще у соперника у Свиндела был в случае Хиршера. Но тем не менее, всем было понятно, что все равно титул досрочно им завоеван. В малом же зачете борьба была такой, что та даже оказалась красивее.